Шефство над птицами на лыжероллерной трассе поселка Искатели взяли участники Всероссийского движения школьников. Они развесили вдоль трассы самодельные кормушки, а также насыпали корм. Консультировали ребят, как правильно общаться с пернатыми друзьями сотрудники заповедника Ненецкий. Это необработанное пшено. Вот именно таким пшеном нужно кормить птиц. Именно таким, тем кормить нельзя. Краткий инструктаж от сотрудника заповедника Ненецкий. И десант школьников разбирает кормушки. Их надо повесить так, чтобы птицам было удобно кормиться, а людям насыпать зерна. Восьмиклассник Андрей Дедов смастерил вместе с папой настоящий скворечник. Говорит, учитывал все, чтобы птицам было удобно. Он должен быть просторным, чтобы птице было удобно там находиться. И вход тоже должен быть широким. Кормить птиц надо с умом, отмечают специалисты. Например, хлебные крошки птицам могут только навредить. Самое лучшее – это пшено или специализированный корм для пернатых. Птицы летят к нам именно летом. Это не только от корма, на линьку, но также и на гнездование. Для них это является таким детским садом. И осенью, когда птицам трудно найти корм, это очень важно. Именно для них, чтобы они набрали сил и улетели дальше зимовать в другие страны. Акция Всероссийского движения школьников сделана с заботой и стартовала еще в ноябре прошлого года. Тогда ребята из всех городских учебных заведений вместе со своими родителями мастерили кормушки для птиц. Самыми активными стали ученики начальной школы. И если прошлой весной кормушки развешивали только в пределах двора первой школы, то в этом году вышли на больший масштаб. В планах проект такой создать карту, сделанную с заботой, где будет указано, где у нас висят кормушки. И, соответственно, чтобы пустить ее в социальных сетях, пустить ее на официальных сайтах различных наших организаций, чтобы люди знали, куда можно прийти и положить корм для птичек. Теперь ребята будут регулярно инспектировать кормушки, добавлять корм. Возможно, в скором времени такие столовые для птиц появятся и в других районах Наринмара и поселка Искателей. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.